МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, во-первых, Юлия для нас тоже была определенным откровением, очень серьезно к этому отнеслась и очень серьезно готовилась. Человек как-то по-другому стал осознавать себя, окружающий мир, и выработал свою методику подготовки к этому проекту. Я скажу, что уже год она практически занималась подготовкой. Я скажу, что после победы на областном конкурсе, в общем-то, мы не ожидали, что она там выиграла. Она стала абсолютным победителем. После этого она начала готовиться к московским этапам. Я скажу, что очень большую работу она провела. Меня даже саму... Я тоже люблю историю, у меня всегда были хорошие оценки по истории. Но глубина познаний ее в истории, конечно, она поражает, скажу честно. Потом она выстраивает очень логически, легко, так сказать, вообще мысли. И я скажу, что единственный победитель, который выиграл все конкурсы красноречия, это тоже, в общем-то, говорит о ее уровне. И выиграть, стать абсолютным победителем... Да, были ребята из Костромы, которые становились победителями, входили в число 12 победителей этой гуманитарной олимпиады. Но стать абсолютным победителем, завоевав 4,5 ключа или ордена, это, конечно, достижение. Из максимальных трех, я бы так сказал. Ну, путь ее туда был, так сказать, к победе непростой. Вот буквально в эту субботу многие наблюдали, как она не смогла одержать победу, попасть напрямую в финал. И она пойдет через утешительный финал. То есть есть такой конкурс-шанс, который дает возможность одному из шести проигравших стать агонистом. И я скажу, что она достойно очень выступила. Где-то мы увидим, я думаю, через месяц. А сам финал мы увидим где-то в середине июня месяца. И много известных людей, которые судили эти вот этапы. Это и министр культуры Мединский, и ректор МГИМО Таркунов. Они, в общем-то, высоко оценили ее, так сказать, уровень подготовки. Это, конечно, ее заслуга, прежде всего. Мы старались, конечно, помогать, как могли. Здесь заслуга и школы, конечно, прежде всего. Потому что первым человеком, который стал финалистом, это была у нас Маша Шмидт. Тоже 13-я школа. Ну и июля добилась немножко большего. Ну и надеемся, что появление будет более сейчас, вот, школьники, более, наверное, лучше готовиться к этому конкурсу. И также поддержит этот почин. Я скажу, что достижение для Буя очень, и для Костромских школьников, очень высокое. Безусловно, повод для гордости. Ну, Валерий Васильевич, перейдем к вопросам городского хозяйства. Весна. Повод встретиться с вами, поговорить, обсудить. Встречаешься с людьми на улице, общаешься с соседями, с друзьями. Передаю дословно. Говорят, ну что, когда Катышев начнет ремонтировать дороги, когда там ваша администрация начнет ремонтировать дороги, или что, выборы прошли, и все, тишина, замолчали. Хочется сейчас от вас уже каких-то комментариев по поводу темы дорог. Кто виноват и что делать? Ну, я не хочу искать виноватых в этом, да. Хотя, я скажу, что погодные условия этого года сложились очень негативно для дорожного покрытия нашего города. Это один из моментов, которые повлияли на качество дорожного покрытия, особенно твердых дорог. Второй момент – это то, что мы, так сказать, в прошлом году было практически открыто сквозное движение по маршруту Галич-Буй-Любим, и количество большегрузов по нашим дорогам выросло примерно в пять раз. А это действительно серьезные машины, фуры. Это машины-лесовозы, которые идут на солегали, чухлама. Нагрузка на ось, я скажу, что нормативная, так сказать, нагрузка на ось по дорогам, которые строились до сегодняшнего времени, это шесть тонн на ось. Машины, которые идут, на сегодняшний день большегрузы, у них нагрузка нормативно составляет примерно 10-12 тонн на ось. Конечно, и состояние наших мостов, и дорог плачевное, очень плохое. Скажу, что за последние годы одно из самых худших. Это, конечно, и недофинансирование. Я скажу, что финансовые возможности у городского бюджета, они очень минимальны. Скажу, что прошлый год мы на ремонт дорог смогли выделить всего порядка 4 миллионов рублей. Это, конечно, крохи. Если бы не та машина, которую мы купили в прошлом году, пневмонабрызг, с помощью предприятия химзавода, то, в принципе, я думаю, что мы не смогли бы в прошлом году сделать даже ямочный ремонт. Поскольку дорожный фонд профинансировал, положим, нас в прошлом году на минимальную сумму 800 тысяч рублей, на нее был сделан проект по реконструкции моста по улице 11-й годовщины. Значит, в этом году нам выделено 7,5 миллионов рублей, что, конечно, тоже очень немного. Поскольку мы, если не будем заниматься капитальным ремонтом дорог, то никакой ямочный ремонт их не спасет. Поскольку мы уже делаем на сегодняшний день не ямочный ремонт, а, наверное, сплошной ямочный ремонт. Потому что некоторые улицы у нас уже, в общем-то, практически остаются без твердого покрытия. Конечно, мы рассчитываем, что дорожный фонд окажет нам большую поддержку. Есть договор с администрацией области, подписанный губернатором, что в течение трех лет город Буй получит примерно порядка 150 миллионов рублей на финансирование работ по ремонту дорожной сети. Но это было подписано на условиях передачи дороги Кострома-Верхняя Спасская на федеральный бюджет. Дорога, к сожалению, не передана была в этом году. Она будет передана только с 1 января 2017 года. В области высвобождаются порядка 400-500 миллионов рублей, которые тратятся на эту дорогу. И, соответственно, муниципалитеты будут получать более серьезную поддержку. В этом году мы минимум, что заявлялись, рассчитывали, что область нам поможет в связи с юбилеем города. 27 миллионов рублей. Но, к сожалению, выделено 7,5. Конечно, состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Мы сейчас из своих средств выделяем порядка 3-4 миллионов рублей на ямочный ремонт. Из них часть будет работ сделана методом пневмонобразга, часть будет сделана методом традиционным, картами, поскольку действительно состояние участка дорог некоторых. Там даже нет возможности делать емочный ремонт. И будут сделаны деньги области и часть нашего софинансирования. Порядка на 8 миллионов рублей будет выполнен ремонт участка улицы Октябрьской революции. Это от перекрестка 1 мая до улицы Красной Армии. И здесь мы будем делать ремонт дорог уже, во-первых, с абордюриванием их, с устройством ленивой канализации. Дороги, я скажу, что действительно плачевное состояние. Говорят, невмонаброск себя никак не оправдывает, что это все некачественно, приходится переделать буквально в этом же году, через месяц, через два. Ну, я бы не сказал, что так происходит. Некоторые, вот я вам и обследовали, мы же не просто так эту машину купили. Эта машина отработала, подобного типа машина, такая же, отработала в Мантурове год. Прежде чем покупать эту машину, она стоит недешево, стоит 2 миллиона 600 тысяч. Ездили в Мантурово, смотрели и пришли к выводу, что действительно дорога, если выполнена по всем технологиям, с использованием качественных материалов, ямы стоят после пневмонабрызга дольше в несколько раз, чем ямы, выполненные традиционным способом. Говорят, три раза за сезон переделывают. Ничего подобного, пожалуйста, факты, так сказать, три раза за сезон. Вряд ли такие возможности есть. Это все слухи о том, что там три раза за сезон. Не более, так сказать, может быть, где-то было дополнительно внесено. То есть, бывает, что дороги прогибаются в этом месте, потому что у нас дорожное полотно, там вообще, посмотрите, местами, оно, толщина его 5-6 сантиметров. И, конечно, после больших грузов на мостах износ идет, конечно, очень серьезно. Надо сказать, что материалы, которые мы на сегодняшний день применяем для этой машины, они просто не приспособлены под некачественные материалы. Это только гранитный щебень, это эмульсия, которую мы закупаем в Ярославле. Причем эмульсия-то на водной основе, битумная эмульсия. Она на 30% состоит из воды, поэтому влаги она не боится. Если делать качественный ремонт, причем это нам позволяет делать, во-первых, если фрезеровать каждую яму, то площадь этой ямы увеличивается в 3-4-5 раз. Стоимость ямочного ремонта традиционным способом составляет от 1100 рублей и выше. Стоимость ямочного ремонта методом пневмонабрызга составляет 50-570 рублей. То есть в 2 раза дешевле. Можно обходиться без фрезерования. Конечно, лучше бы, если это было фрезерование, но в данном случае, да, уже количество ям увеличивается, площадь ямы увеличивается в 2-3 раза. Я скажу, что если бы не машина, которую мы делали ремонт пневмонабрызгом в прошлом году, то нам бы не сделать и третий ремонт дорог. Они были бы гораздо более в плачевном состоянии. Люди говорят, пусть уж лучше кирпичами делают. Я скажу, что смеялись в прошлом году, когда мы начали делать кирпичами. До сих пор эти ямы стоят, особенно по улице Красной Армии, стоят неплохо. Делаем и кирпичом, когда не можем делать, так сказать, по температурным условиям. И делаем, и засыпаем сейчас щебнем, и проливаем их битумом. Все способы используются для того, чтобы как-то дороги сохранить. Но опять же говорю, что мы просчитали для того, чтобы нам отремонтировать всю дорожную сеть с твердым покрытием, нам необходимо примерно 700 миллионов рублей. При наших собственных доходах, там, 160 с небольшим миллионом, можно представить какая-то сумма. Это нужно отказаться от всего. Пусть эти люди грамотно подскаживают, во-первых, как из этих денег, что у нас есть, имеется, выполнить все работы, как положено. Скажите, норматив на содержание, только на содержание, дорог на уборку. Кто-то говорит, давай не убираем мы от снега. Для того, чтобы убрать город или центральную улицу от снега, нам необходимо не 10 миллионов, которые мы закладываем в обслуживании нашей дорожной сети в год, а 50 миллионов. Отказаться от выплаты заработной платы или отказаться от выплаты налогов с этой заработной платы. Многие районы идут по такому способу. Но это тупиковый путь. Скажу, что состояние бюджета нашего города позволяет нам поддерживать нормальный срок выплаты заработной платы, выплаты всех налогов с этой заработной платы, выполнение всех функций, которые государство определяет местной власти. Поэтому здесь, в этом плане, переживать не за что. Да, дорожное полотно плохое. И я скажу, что много появляется желающих проконтролировать работу, как это все делается. Но немного желающих появляется чем-то помочь реально. Вот мы сейчас сегодня обсуждали на планерке, значит, по даже прочистке канав в частном секторе. Да мало кто делал, а сейчас канавы чистят. Считают, что должен кто-то прийти с администрации и эти канавы почистить. Мы мусор около своих домов разучились убирать. Мы окашивать разучились. Мы содержать свое жилище разучились в нормальном состоянии. Ссылаясь на нехватку средств. Но в то же время находим огромное количество времени для того, чтобы просиживать на диване или около компьютера и писать всякую чушь в социальных сетях. Сплетни, слухи, слышал, видел, по моему мнению, что-то еще в подобном виде. Ну, давайте мы, так сказать, честно рассуждать на эту тему. Если у вас есть какие-то, так сказать, реальные предложения, или вы, так сказать, соображаете в этом деле что-то, придите, помогите, подскажите. Мы готовы выслушать всех. Готовы проконтролировать, только люди должны в этом что-то понимать. То есть на общественный контроль вы согласны? Да, ради бога, конечно. Я скажу, что желающих контролировать у нас в последнее время стало в разы больше. Все хотят контролировать, но работать... Я такой вот понимаю, что через несколько лет у нас уже создастся такая ситуация, что один человек будет, как говорят, с лопатой, а 10 человек вокруг него будут с блокнотами стоять, смотреть, как он эту дело отработал, правильно или неправильно. Я скажу, что вот я вчера, проезжая по городу, видел, вот один человек там по улице, на улице Ломоносова. Вышел с лопатой, ямки забрасывают грунтом, да, с обочины, кирпичом закладывают канавы, которые там появились после проезда транспорта. Вот это надо приветствовать. Я вот этих людей, которые, так сказать, говорят о том, что у нас все плохо, давайте организуемся, выйдем. Вот сейчас субботники будут с лопатами, граблями, и почистим наш город, грязь уберем. Вот вы докажете это все делом, а не словами. Валерий Васильевич, появляются на машинах такие наклейки, я плачу налоги, где мои дороги. Наверное, автомобилист прав? Наверное, прав, если он платит действительно налоги. Я скажу, что у нас собираемость по дорожному налогу, но это сейчас налог не наш, у нас его отобрали три года назад, и деньги с дорожного налога поступают все в областной бюджет. Городу Буйни достается ни копейки. Меня еще удивляют слова тех, кто и налогов-то не платит практически, или скрывается от этих налогов. А желание контролировать, как используют его 200 рублей, которые он платит в год, огромное. Может быть, мы честно признаемся о том, что да, налогов-то я плачу мало, но контролировать хочу много. А то, что действительно город, вот сейчас мы первый квартал исполняем бюджет, порядка, собственно, дохода порядка 103-104 процента, это, опять же, благодаря нашим предприятиям. Химзаводу, железнодороге, частным предпринимателям, которые платят честно свои деньги. Ну, и есть ряд частных предпринимателей, которые стараются от этого уходить. Есть ряд консультантов, которые подсказывают, как нужно уходить от налогов. Мы знаем эти фамилии, знаем, кто как это все делает, как это все происходит. Весь налог, транспорт, на это порядка, цифра, я думаю, что порядка 6-7 миллионов, которые собирают город Буй и Буйский район, да, она уходит, вся область. Города Буй вот в этом году вернется 7,5 миллионов. Вот и все. В течение последних трех лет, ну, суммы были намного меньше. Хотя я скажу, что вот в 2011 году, когда мы получили из области порядка 10 миллионов, да, мы сделали привокзальную площадь с всеми тротуарами прилегающими, мы своими деньги уложили, когда в 2013 году изменили, так сказать, структуру отчислений от акцизов, город Буй потерял 13 миллионов, они уходили все на дороге. Вот теперь мы в достаточно жестком таком финансовом режиме работаем. В пятницу буквально был в Галиче, но дороги не лучше, чем у нас. В Костроме дороги тоже оставляют жил от лучшего, хотя город Кострома получает в десятки раз больше денег. В Любиме, вот был проездом буквально на прошлой неделе, ряд дорог совсем практически не проезжий. Хотя, конечно, Ярославская область имеет больше возможностей, чтобы выделить средства. Я скажу, что минимальный уровень, так сказать, по ремонту дорог мы выполнили в этом году. Я ожидаем, что в ближайшие годы, я думаю, что мы ситуацию по дорогам кардинально исправим. В этом году на дорогу Буй Кострома планируется порядка 80 миллионов выделить, потому что дороги тоже оставляют желать лучшего. Я являюсь таким же автомобилистом, который ездит на своей машине, сам за рулем и заправляю свои деньги, и ремонтирую свои деньги. И меня тоже, так сказать, качество наших дорог не устраивает. Кто-то говорит о том, что Валерий Васильевич фирма «Вариант-С» должна за свои деньги построить это, сделать то, отремонтировать это. «Вариант-С», слава Богу, помогает многим учреждениям, детским учреждениям, тем, кто нуждается действительно. Дай Бог, чтобы те люди, кто об этом говорит, делали хотя бы одну сотую из того, что делает «Вариант-С». Я скажу, что в прошлом году появилась и площадка «Школа номер один», которая на 50% сделана за счет средств фирмы «Вариант-С». Много вещей, которые делает предприятие полезного для города. Это и рабочие места, и заработная оплата. Я с глубоким уважением отношусь к тем людям, кто ездит на вахты. Их у нас, я думаю, что примерно по городу от 500 до 800 человек ездят постоянно на вахты, методы работы. От того, что эти люди работают за пределами Костромской области и города Буя, город Буй не получает ни копейки, никаких подоходных налогов. Это все обсуждается, но это все, так сказать, воз и ныне там. Их налоги, они остаются в Московской области, в Краснодарском крае, где-то еще где не работают. Но, тем не менее, и дети ходят в наши школы, они ездят по нашим дорогам. Эти дети ходят в детские сады. Это все из местного бюджета тратится. Валерий Васильевич, вы глава города «Избранный народом», то есть человек, которому избиратели доверяют. И вы вообще с себя ответственность не снимаете за состояние городского хозяйства? Да нет, конечно. Если бы я снимал, так сказать, то... Ну хорошо, вы делили нам из бюджета области средства в этом году. Дальше ваши шаги какие-то по работе с губернатором, с областным бюджетом? Мы работаем активно в этом направлении. И соглашение, которое появилось в прошлом году, с тремя районами, это Сусанинский, Буйский, город Буй и Костромской район, оно, в принципе, говорит о том, что область, губернатор, себя ответственности за состояние дорог тоже не снимает. Но проблема, опять же, в том, что на сегодняшний день, пока дорога Кострома-Верхняя Спасская не будет передана на федеральный бюджет, в области не будет достаточно финансовых средств для того, чтобы помогать муниципалитетам. Эти деньги пойдут на дороги внутри города? В том числе и на дороги внутри города. Во-первых, дорога Буй-Кострома в течение трех лет должна привести, приведена, будет нормативный порядок. Дорога в городе Буй также, я думаю, что получит намного больше объем финансирования. Говорят, другим муниципальным образованием, кому дали больше, значит, и власти лучше поработали. Ту работу, которую проводит город Буй, по работе с региональным бюджетом, для того, чтобы получать достаточное финансирование, мало кто ведет. Я скажу, что в Буе, только в Буе строится спортивный комплекс, на периферии, я говорю, что. Да, в Костроме построен бассейн, за деньги федерации и региона, в Костроме, в Буе строится спортивный комплекс. Хорошо, обследование какое-то проводилось, дорог? По какому принципу? Кому-то дали больше, кому-то меньше? Обследование всем муниципалитетам выделено одинаково, ну, всем городам, по 7,5 миллионов. Единственное исключение является город Шария, где на ремонт путепровода выделена, так сказать, еще сумма. Там порядка, по-моему, 25 миллионов выделена общая сумма. Но ремонт мостов и путепроводов требует достаточно серьезных вложений. Я думаю, что нам предстоит тоже в ближайшее время, так сказать, ремонт наших мостов. И до этого, естественно, без помощи областного бюджета мы вряд ли что-то сможем сделать. А то, что, насколько мы достаточно много, в каких программах мы участвуем, это чисто вода. Почему об этом молчат? Да, мы получили порядка 8 миллионов с областного бюджета на финансирование программы. По 185 ФЗ. Город Буй первый закончил. Мы молчим о том, что мы решили такие проблемы за последние 5 лет, как пионерный поселок, как улицы электриков, как улицы 10-й годовщины, где люди жили в трущобах. И почему до этого не решались, хотя программа работала с 2006 года. Активности до 2010 года не было никакой. Газификация. Мы последние годы получаем вместо 3-5 миллионов по 15-20 миллионов. Газификация микрорайона за рекой Костромой. Это серьезный проект, который делается за деньги спецназбавки, областные деньги. Конечно, можно говорить много о том, что кому-то что-то не нравится. Мне тоже много вещей не нравится. Я не имею права даже их, так сказать, обсуждать. Я считаю, что это не совсем правомерно. Валерий Васильевич, в интернете появляются такие мысли, что люди готовы на голодовки, на акции, на митинги, чуть ли не сами выйти засыпать улицы, какими материалами, какими найдут. Это же имидж города, это наша репутация. Кто-то занимается специально, чтобы имиджа города у нашего не было. Есть люди, которые город прославляют, а есть люди, которые пытаются его ославлять. И как они даже не скрывая, говорят о том, что они сделают все, чтобы на центральных каналах появилось негативное материало в нашем городе. Они появляются периодически. Кто про наши, так сказать, обсуждает проруби, что там мы тратим огромное количество денег. Я посмотрел бы на этих товарищей, которые за 74 тысячи сделали бы там десяток прорубей и их содержали бы в течение зимнего периода. У нас огромное количество прослой, как бы сказал, маргиналов, которые пытаются только контролировать. Работать не хотят. И складывается такая ситуация, что у нас вот есть люди, которые только говорят о том, что у нас все плохо, а делают для того, чтобы даже они сами стали жить лучше, они ничего не делают. А в последнее время стало модно кивать головой то на президента нашего, то на Обаму, то в нашем городе часто на меня ссылаются, что я мешаю жить. Да ради бога, работайте, трудитесь, все в ваших руках. Почему одни могут работать? А когда люди работают, им некогда заниматься, так сказать, ну так сказать, наверное, размышлениями о чем-то. Люди трудятся. Сейчас обсуждать итоги выборов, что кто-то там что-то не пришел, не проголосовал, и поэтому вот, но мы не выиграли. Ну это, знаете, после драки кулаками не машут, много пословий здесь в стране. Сделайте что-то реально, докажите своим трудом, своими, так сказать, поступками, что вы что-то для города действительно сделали уже или хотите сделать. И потом покажите, что вы это сделали. Мы разговариваем с одним человеком, который в Германии живет давно. У нас, говорит, психология такая, что если сосед живет хорошо, я должен все сделать для того, чтобы жить лучше его. Работать больше, зарабатывать больше, купить машину лучше, чем он. А у нас люди переживают совершенно о другом. Как бы сделать соседу похуже. Пусть я плохо живу, но чтобы у него тоже было плохо. К сожалению, психология такая. Пока мы эту психологию не изменим, мы будем жить, ну, как живем. Нужно стремиться делать добро, делать максимально, что мы, так сказать, можем сделать, чтобы жизнь в нашем городе была лучше. Работать лучше, налоги платить больше. Валерий Васильевич, это весной город оказался в воде. Что с этой ситуацией? Не хватает техники, не хватает людей. Что с откачкой? Ну, весной, когда идет массовое таяние, к сожалению, город всегда остается в воде. Только иногда происходит, так сказать, гораздо быстрее, иногда происходит так, более затяжное. С откачкой, да, к сожалению, не очень хорошо у нас работало, так сказать, предприятие дорожник муниципальный. Не всегда успевало, так сказать, откачивать. Причина? Причины несколько. Это и крайне плохая ливневая канализация в нашем городе, которая, в общем-то, и присутствует, она в 10% нашего города, а часто ее отсутствие. Опять же, те же канавы, которые я говорил, можно бы их и прочистить, чтобы воду пропустить. Нет, мы этого не хотим делать. Мы ждем, что кто-то придет и сделает за это нас. Я помню на улице, на транспортной, когда я жил в детстве, отец весной доставлял еще, до таяния снега, все жители улицы прокапывали каналы, от снега очищали. Поэтому вода проходила быстро, в подвалах воды не было. Сейчас этого никто не делает. Это мы говорим про частный сектор, а с центральных улиц? Так, с центральных улиц, когда отсутствует ливневка, часто тоже вот эти лишняя вода уходит по каналам, которые в том числе идут и через частный сектор. А то, что ливневка в нашем городе, так сказать, местами ее просто нет, поэтому она образуется застой. Мы в свое время у нас, дорога улицы Октябрьской Рюкси была ниже тротуаров, сейчас она выше тротуаров, сейчас вода вся скатывается, значит, на тротуары, тротуары становятся непроходимыми. В Буйских средствах массовой информации, когда обсуждается вопрос дорог, одна из причин называется то, что у нас нет специалистов, нет квалифицированных рабочих, которые могли бы заниматься, грамотно заниматься ремонтом дорог. Ну, тогда и во всей стране их нет. У нас во всей стране, скажу, что проблема-то в другом, не в отсутствии специалистов, а в тощем кошельке муниципалитетов. Раньше зимы немножко, конечно, были другие, и поток транспорта был другой. Вот там, где, вот, пример вам, федеральная трасса, которая построена в Забараново, там 4 километра, по ней никто не ездит, дорога с 2002 года в идеальном состоянии. Пустите там фуры в том же объеме, в котором ходят через наш город, через 5 лет там от дороги вряд ли что останется. Никто не предполагал, что дворы надо предусматривать с огромным количеством стоянок для машин, что в каждой квартире будет жить владелец машины, а в некоторых даже квартирах по 2 машины уже даже. Они же все ездят, стоят во дворах, ездят по нашим дорогам. Это тоже нагрузка. Но вы можете как-то поручиться за профессиональный уровень наших дорожников? Если бы, вот, понимаете, говорить о профессионализме наших дорожников и сравнивать, положим их, ну, хорошо, наши буйские городские дорожники не обслужить дорогу Буй-Кострома, да, или там Буй-Любим, ну, они что, намного лучше состояние нашего дорожного полотна в городе будет? Да нет. Дело даже не в специалистах, а дело, во-первых, техника, материалы, финансирование. Приводится, в пример, так сказать, дороги там в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в Финляндии. Но там, извините меня, полотно толщиной делается в метро, она бетонироваться, армироваться, еще раз бетонироваться, асфальт два слоя, ливневки делаются, так сказать, водоотводные делаются, канавы. Совершенно другая технология. Но для этого нужно нам триллионы рублей выделить на дорожное строительство, чтобы у нас такие дороги появились. В Америке, по-моему, нормативный срок ремонта дорог, такой вот, по-моему, составляет 30 лет. У нас шесть лет. Ну, там вкладывают дорогу, так сказать, как говорят, на раз деньги. А мы все пытаемся заплатами натянуть вот этот вот точный кошелек и попытаться сделать все. Может быть, с других тогда статей из каких-то бюджета пересмотреть? Ну, я скажу, что защищенных статей это образование, это зарплата, да, значит, откуда? Я уже от своей зарплаты отказался. Наполняемость бюджета, ну, надо понимать, в каком времени мы сейчас находимся. Я и так скажу, что мы на одном из лидирующих мест по росту доходов собственного бюджета. Если в сопоставимых цифрах кто-то сравнивает с тем, что как было там пять лет назад, семь лет назад, но я скажу, что если в свое время город получал 50-70% от подоходного налога, то сегодня мы получаем всего лишь 30%. Ни штрафы, которые собираются в городе Буя, не выпадают в местный бюджет. Ни транспортный налог. У нас 30% подоходного налога, земельный налог, собственность. Ну, сейчас вы понимаете, как вот поднять резко там налоги на землю, там, на, так сказать, еще на Акета, там, небольшие налоги, которые мы имеем, это вызовет социальное недовольство гораздо больше, чем дороги. Бабушка, которая платит 800 рублей, так сказать, за земельный участок, ну, давайте завтра мы сделаем 5 тысяч. И скажем, что да, эти деньги мы направим на дорогу. Бабушка, не на никаких дорог. Я лучше вам платить буду 800 рублей. Валерий Васильевич, ну, вернемся к вашей ответственности за состояние городских дорог. Что автомобилисты увидят в ближайшее время? Прямо вот конкретные шаги... В ближайшее время, я думаю, что, во-первых, в ближайшее, я думаю, что полтора-два месяца мы постараемся ямочный ремонт по городу выполнить весь. Там, где мы, я думаю, что изыщем дополнительные ресурсы для того, чтобы дороги хотя бы привести в более-менее нормальное состояние. Капитальный ремонт дороги от улицы 1-го мая до улицы Красной Армии будет выполнен в летний период. Кроме того, мы хотим сделать ливневку до Совкомбанка. То есть, заранее восстановить ливневку, выделить дополнительный ресурс для того, чтобы там не было этих луж. Лужи около 9-этажного общежития огромные. Там ливневка есть, рабочая. Там не так много наследств для того, чтобы работу эти выполнить. Поэтому, ну, в идеальном состоянии наши дороги не будут. Я думаю, еще 2-3 года. Но необходимый минимум работ по нашим возможностям мы сделаем. Ответственность за качество материалов. Какими материалами это все будет сделано? Насколько качественными? Ну, то, что используется для пневмонабрызга. Я сегодня уже дал поручение для того, чтобы опубликовали эти сертификаты. Во-первых, там применяется только гранитный щебень. Только гранитный щебень. Причем 5-10. То есть, мелкий гранитный щебень. Значит, битумная эмульсия, которую мы получаем, это Ярославского завода. Она тоже имеет все сертификаты. гранитный щебень. проверить мы эту эмульсию возможности наверное не имеем. Но я думаю, что будем стараться это делать. По крайней мере, достаточно качественная эмульсия. И вот опыт мантуровцев, они брали из Ярославля, брали из Костромы завода кровельных материалов. По их мнению, что эмульсия Ярославля лучше качеством и она дешевле. А гранитный щебень, я скажу, что при ремонте дорог в городе Буя не применялся уже на лет 20. Его просто не покупали. Покупали, брали, так сказать, щебень дробленный из галлических карьеров. Он по своей прочности в 3-4 раза меньше, чем гранитный щебень. Поэтому за качеством будем смотреть. Если что-то не устраивает, ну ради бога, пусть вот люди, кто хочет проверять, пусть ездят, посмотрят. Если интересует съездить в карьеру, в Карелию, то пожалуйста, пусть съездить в Карелию, в Карелию, посмотрят, как этот щебень добывается, из чего он добывается. Но качество щебня проверить достаточно просто. Кроме дорог, уявляне, конечно же, ждут чистую воду. Вопрос только один. Когда? Ну, не говорим, что она будет прямо чистая. Значительное улучшение. Водоводу нашему практически 50 лет. И город Буй всегда пил воду из реки. Не знаю, кто-то говорит, что она была раньше чище, река Кострома. Может быть. Я не пил, потому что из колодца, с детства пользуюсь водой. Свой колодец был. Действительно, вода, она зависит от погодных условий. Вот сейчас поводок поднимается, вода стала хуже, хуже по качеству. Когда вода стабилизироваться, в зимний период, в летний период вода становится лучше. Так вот, для того, чтобы не зависеть от этого, мы сейчас первый этап уже программы по чистой воде мы уже выполнили. Хотя, я скажу, что цифры, которые назывались первоначально, когда мы хотели к этой программе приступить, они там были разные, от 180 до 600 миллионов, по-моему, вот так где-то. Порядок цифр был такой. Значит, благодаря вот участию общественного совета Роберта Сахачев-Манского мы, в принципе, смогли этот проект уменьшить, ну, я думаю, что примерно до 24 миллионов он получится суммарно. Да, это 3000 кубометров сегодня, 3-3,5 тысячи кубометров, которые мы можем дать достаточно чистой воды. Сейчас уже две группы приезжало, так сказать, специалистов из Ярославля и Владимира. Каждая предлагает свои коагулянты, свои, так сказать, технические решения по очистке. Буквально на этой неделе мы должны принять, так сказать, чьи-то условия. Или это будет Ярославль, или это будет Владимир. Кто нам предложит технические решения для запуска вот этой программы чистого вода. За летний период мы должны освоить деньги, которые нам выделила область, порядка 5 миллионов, свои деньги, которые мы запланировали, порядка 4 миллионов, и закончить эту программу. Но это только первый этап программы. Дальше, я думаю, что надо работать по подземным источникам. Я скажу, что в прошлом году мы обследовали скважину, которая, я скажу, что в 2006-2007 году приезжала геологическая партия из Владимира, и месторождение было, так сказать, обследовано. И, в общем-то, оно соответствует. Почему только прежняя администрация утаяла это все от граждан города Боя? Это большой вопрос. Хорошо, летом закончится первый этап. Хотя бы какой-то результат в кранах жителей? Сентябрь-октябрь после, значит, отладки очистки вот нашей воды, я думаю, что жители уже увидят результат. Мы еще планируем, так сказать, сейчас занимаемся поиском резервных резервуаров для воды. Есть много предложений для того, чтобы в ночной период аккумулировать, чтобы сглаживать эти пики расхода. Мы когда в 2011-м году познакомились, так сказать, поближе с экономическими результатами, это было даже конец 10-го, начало 11-го, с результатами тогда жилком сервиса по снабжению города водой, город будет потреблял примерно 7 тысяч километров воды. Жителей было даже побольше, чем еще. Но собираемость была 26%, 22-26%, то есть заводу или за нее не платили, или она просто вытекала везде у нас. Так вот, так сказать, нашли возможность снизить потребление, закрыли все эти источники потерь наших, местами вытекало по тысячам метров в день. Пионерный поселок, краны открывались в сентябре-октябре, закрывались в мае, текло все на пролив, иначе все бы замерзло. Тысяча километров в день поселок один расходов воды. Сейчас этого нет. Сейчас потребление составляет примерно 4-4,5 тысячи километров. Уровень собираемости составляет уже 75% практически. Поэтому работы ведутся, может, они, на первый взгляд, незаметны, но очень много сделано для ремонта. Вот то, что мы там начинали на станции первого подъема, на станции второго подъема, вернее, там день и ночь что сделано, резервуары, они отремонтированы, они стояли, так сказать, 20 лет заброшены. Валерий Васильевич, весна, город требует уборки. Как будет организована эта работа? Скоро, что уже ряд приятий у нас приступили, тепловодоканал часто убирают вдоль теплотрассы. Мне бы хотелось ко всем жителям обратиться, не надо ждать, когда выйдет управляющая компания, дворники. Необходимо собраться, показать свою, так сказать, действительно гражданскую позицию. Это небольших трудов составит пройти, так сказать, собрать мусор, потому что вдоль домов, вот часто под многоквартирными домами, особенно мы видим, огромное количество мусора. Ну, не приносит это мусор из других, так сказать, я думаю, что районов города. Это мусор, который оставляет жителей, проживающих в этих домах. Приведение в порядок площадок контейнерных. Тоже об этом говорилось сегодня. Я, так сказать, дано поручение коммунальной инфраструктуре, чтобы в ближайшую неделю, так сказать, был наведен порядок. Сейчас в Итайе очень много мусора, все, что разлеталось и растаскивалось в зимний период, сейчас, к сожалению, не наведут. Они украшают нас город, мы должны в ближайшую неделю навести там порядок. За это спрашивать будем строго. Валерий, какого числа намечен юбилей города? Планируют, что юбилей города будет 13 августа этого года. Не стыдно нам будет гостей пригласить? Надеюсь, что нет. Но для этого надо много работать нам все вместе. Не говорить о том, что у нас плохо, а взять лопату, грабли и пойти убирать. Потому что никто, кроме нас, это не сделает. Кто является инициаторами, инициативная группа, еще что-то, к сожалению, не пришли, они сюда не высказали свои инициативы, что они хотят. А надо было бы. Пусть покажут пример, как надо работать, как надо любить свой город не только на словах, но и на деле. Это самое главное. А то, что администрация будет в числе первых, кто выйдет на субботники, это я гарантирую. Мне бы хотелось призывать всех и студентов, и школьников то же самое сделать. Город наш чище. Вам, Валерий Васильевич, спасибо за интервью. Вам, уважаемые телезрители за внимание. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова